друзья всем привет у нас контрольное взвешивание все устали ужас как короче говоря постараемся по-быстренькому все это сделать и уже уйти отдыхать напомню суть эксперимента значит это цыпленок с из одного яйца это рост 308 чехия и разделена на две группы которая вскармливается куриной и южной короной контрольной группы на верхних вирусах все что вы видите снизу это просто птица для для нас для продажи на мясо и питается южной короной сейчас будет вставочка об основных моментах которые заслуживают внимание на мой взгляд быстренько пробежимся посмотрим хронологию событий и вернемся поговорим и взвесим птицу сегодня 30 июля наши птицы 17 дней и сегодня мы пересаживаем в клетке пересаживаем птицу которая у нас растет на пурине из груза родиминого вот в тот ярус вот сюда посадим верхний ярус с этой клетки сюда а эту птицу которая у нас растет на короне на южной мы посадим вот в эту клетку так как уже часть я отсадил это тоже короновская птица отсадим тоже сюда 30 особей и потом будем сравнивать так птица вот такая у нас возбужденная потому как я ее не кормил с обеда решил пусть она здесь доест у меня полностью форм чтобы не вы не высыпать его не сушкам и сейчас такой вот в голодном состоянии эту птицу мы будем пересаживать по падежу значит падеж у нас был вот здесь в этом брудере где-то четыре цыпленка отошло это сразу же в течение трех дней после инкубации но это слабые цыплята были в общем мы их в расчет не берем будем считать падеж уже с момента пересадки в клетке если он будет надеемся что его не будет утро следующего дня вот наша пересаженная птица вот южная корона с этой стороны а с этой стороны пурина птица чувствует себя замечательно адаптировалась к ниппельным поилкам без проблем но у бролера проблем не бывает с адаптацией к ниппельным поилкам я не замечал такого так что сказать по климату вентиляция работает постоянно у нас температура 23 градуса на среднем ярусе значит на верхнем где-то 24 будет а давайте-ка мы с вами повесим термометры на верхние яруса так как мы будем экспериментировать на верхних ярусах пускай они здесь висят клетки после мойки и дезинфекции клетки чистые поилки чистые кормушки чистые то есть все здесь у нас как положено 28 день первые потери вот группа на пурине он лежит дохлый цыпленок вот так эта группа на южной короне пока идет без потерь все давайте покажу температура 24 даже 23 с половиной так сейчас у нас здесь на день вот так открыты окна и вентилятор по таймеру я считаю что с с потому что вот видишь кровоизлияние но это я говорю одно заболевание но тянет другое как мы выяснили в других роликах мы об этом говорили вот кровяной сгусток из сердца вот лишь вышел то есть от ss 29 день на этот раз потери у нас в группе на южной короне так где он он видно вот лежит так минус 1 здесь у нас посмотрим что с ним расскажем вам так вот главный специалист на месте давайте скрываем похоже свой сдавод возгусток вот он здесь я печень разрезу вот он но будем считать что с с потому что если водянка как бы и присутствует она самой ранней стадии так друзья будем переводить на финиш нашу птицу сейчас буду показывать вам как насколько много муки в кормушках значит кормушечки я отсюда не высыпал ничего специально как видим вот южная корона муки немного так здесь вот это наш как раз контрольная группа верхний ярус тоже нормально да тоже нормально ничего такого нет так смотрим пурину ну с пуриной вообще без проблем как обычно пурину на высоте в этом плане гранула очень очень крепкая так вот давайте пробежимся по короне тоже ну вот есть немножко мучки видите как бы не критично вот в плане роста более-менее а вот старт цыплята маленькие цыплята в кормушках разбивают сильно сейчас вот я только насыпал здесь не видно все сейчас будем переходить на финиш я без церемонии в этот раз просто возьму и переведу практически одномоментно вот скажем добавлю сюда в эти кормушки с ростом в перемешку и завтра уже чистый финиш начну давать потому как все-таки мне кажется что преувеличено вот это вот значение планового перехода ну пробовал и так и так но сильно большой разницы я прям не вижу вам скажу откровенно так что нечего голову морочить попробуем перевести их практически одномоментно да давайте по помету пройдемся так плохо видно да наверное вот смотрите значит это южная корона чуть стал он как по сформирование скажем так влажность понизилась но все равно влажная то есть убирать его меньшее удовольствие доставляет мне чем вот пуриновский пуриновский вообще красота сухой сухой сформированный плохо наверное видно да блин откуда показать к ну давайте вот так вот пурина пурина и вот так вот южная корона давайте взвесим сразу и потом поговорим немножко так что у нас южная корона как будем поскольку давай я буду пытаться петухов сначала петушков взвесим потом придерживай по 3 я думаю так просто раз смотрите я не убираю какой попадается где петух я не вижу вообще-то у кого-то милый попугая мы вас чуть-чуть все давай весы сидят сидят так ну здесь уже понятно что они больше двух килограмм все да но это петухи и вес должен быть сейчас 1572 грамм если брать к обыску таблицу ростовскую я не знаю так давайте сразу отсюда же девчонок они сюда уже вжалили так девчонки 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 вот так вот девчонки держи девчонка это вот вот ищи блин все разбежались так ищи 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 Так, вот, три девчонки. Так, 5500, да? Да, 5500, 5500. Ну, я думаю, что, ну, надеюсь, что это девчонки. Девочки, девочки, все. Так, все, это южная корона. Я думаю, достаточно. Да. Они стресс получили приличный. Так, все, закрываем. Так, погнали, пурины. Так, воздуху. Тихо, тихо, тихо. Так, воздуху, раз. Так, воздуху, тихо. Воздуху, два. Так, петуху, два. И петуху, три, уже. Петух это или нет? Наверное, да? Наверное, ну, с него. Давай, показывай. Так, пять. Ссылка, восемьдесят пять, да? Да. Так, есть. Так, есть. Курочка. Вот курочка. Вот курочка. Да что вы такие шубные, так? Вот насчет росы. Росы более суетливые, более шубные, чем ковы. Так, вот девочка, да? Угу. Так, и еще где? Покрупнее хочется девочку, вот, покрупнее. Потому что я их беру, я уже вижу, что они меньше. О, приблизительно, как и первые, да, у нас, разрешение. Угу. Так, пять, шестьсот девяносто, пускай будет. Все, все, правильно. Да. Все. Так, ну что мы видим, что южная корона пока впереди, да? Правильно? Да. Ну, ты старался девочку выбрать крупнее. Здесь, да, крупнее. Но здесь, я не знаю тоже, какие попадались. Может быть, они и попадались чуть крупнее, чем я отсюда брал. Но в любом случае, это промежуточное взвешивание. И мы с вами потом в итоге увидим просто веса всех этих тушек. И будет все наглядно понятно, кто у нас впереди, а кто позади. Вот. А визуально видно, что они больше, нет? Ну, я вот брал руками, мне кажется, здесь побольше, да. Вот сама давай на картинке покажи вот эту вот клетку и эту пурину сюда. Может быть, зритель что-нибудь увидит и сам сделает какие-то выводы. Так, вот это еще раз пурина, да? Да, вот здесь пурина, здесь южная корона. Это у нас южные короны мешки. По расходу корма тоже уже в конце все посчитаем, сравним. Предкасаемое видео, которое вы посмотрели. Вы уже поняли, что у нас было два падежа, да? Это один у нас погиб, вот здесь вот, не погиб, попал в группе, которая на пурине и один в группе, которая на южной короне. То есть у нас здесь было 162 штуки, сейчас осталось 160. По одному из каждой группы нас покинуло. Справедливости ради скажу, что больше из южной короны пока не было потерь, да? Вот на других ярусах все живы. Единственное, что есть претендент один здесь с водянкой вот на этом ярусе. Ну, я не буду искать, короче, в общем, он отойдет, скорее всего. Кстати, есть такая птица интересная, посмотрите. Он и клест, еще и одноглазый, ах, ушел. Видно его, нет? Вот он. И до сих пор жив, заметьте. Так, по помету, значит, я там показал в этой вставочке, скажу только одно, что когда птица на старте, у нее помет максимально влажный, какой может быть, да, грубо говоря. То есть, человек в своем хозяйстве, такое увидев, может быть, даже и задумается, не подавать ли антибиотики. Вот, не надо давать антибиотики, ну, по крайней мере, я не могу всем говорить так, не надо давать антибиотики. Но я вот понял, что это не повод давать антибиотики на южной короне, потому как, видимо, птица много пьет. Не видим, она много, больше пьет, чем, значит, на, допустим, вот у нас на Пурине, да, в параллеле сидели цыплята. Заметно больше пьет, и за счет этого, я так предполагаю, у них влажный, сильно влажный помет. Еще у меня было такое предположение, что вот такой жидкий помет могла вызвать пропойка витамином. Я давал гоматоник, но давал и южнокороновской группе, и пуриновской группе. И вот на пуриновской помет был, как на Пурине, стабильный, сухой и комфортный для уборки. На южной короне был сильно влажный. Известный факт, что если переборщить с дозировкой гоматоника, он может вызывать понос у цыплят. Но дело не в этом. То есть дело, я так понимаю, в самом форме, которое провоцирует цыпленка пить больше воды, по всей видимости, и поэтому помет вот такой влажный. Как птица переходит на рост, он становится все менее и менее влажнее. На финише он имеет минимальную влажность из этой линейки кормов. Но все равно он навлажнее, чем Пурина. То есть на уборке это сказывается. Убирать южнокороновский помет тяжелее, потому что он имеет большую массу. Как только мы перешли на финиш от южной короны, помет стабилизировался. И по влажности на данный момент практически ничем не отличается от пуриновского. Все, значит, по условиям содержания. Условия содержания одинаковые. Температура сейчас вот здесь вот 22 градуса здесь и 22 градуса здесь. Значит, днем здесь, если у меня идет ветреная погода на улице, да, ветер дует, я открываю просто окна естественной циркуляции воздуха. На ночь у меня постоянно работает вытяжка на постоянку. Если ветра нет, то вытяжку оставляю и днем работать. Вот. Значит, что по пропойкам? Пропоек никаких специально не делал. Стандарт у меня, значит, в этот раз я, правда, схему поменял. Я пропаивал, значит, день, витамин, ночь, витом 1-2 в данный момент у нас есть. Им пропаиваю. А в этот раз я сделал как? Я сделал 5 дней витамин гомотоник и 7 дней витом. Ну, все, дальше, что еще вот с 20-го дня, с 20-го дня, с 20-го или с 21-го дня, значит, 0,5 миллилитра на литр воды лимонная кислота 40-процентная. То есть я добавляю 10 миллилитров на бак 20 литров. Правильно я посчитал? Лимонная кислота? А? Ты сказал лимонная. А, молочная кислота, пардонте, молочная кислота, не лимонная. Так, вот, в принципе, все. Покажи бутылочку. Все. Я же с раз ее показывал, что я показываю. Ну, может, тут не видел, что не лимонная. Вот, значит, все. Все, то есть сейчас у них только корм и вода с лимонкой, ой, лимонкой, с молочной кислотой. Причем я ее добавляю раз в сутки только на ночь. Днем наполняю бак уже без нее. То есть один раз в сутки я добавляю на ночь. Все. Бак у меня до конца не зарасходится, поэтому я с утра доливаю свежей водой, и там все это перемешивается, и концентрация падает, но какая-то все равно там остается концентрация этой лимонной, е-мое, молочной кислоты. Так, значит, корма в конце посчитаем, сколько кто съел вес тушек. Тоже все посчитаем, сравним, и все станет как бы понятно. Ну, сейчас видно, что южная корона чуть впереди, но за это платим мы, скажем так, небольшим дискомфортом в плане уборки помет. Вот я, как и сказал, не такой комфортный для чистки. Все на этом, спасибо за внимание, увидимся уже на забое. Я думаю, что посмотрим по весам, какие они будут набирать веса, эта птица. Уже давайте так определимся. Если у нас есть лидер, да, то мы начнем убирать его первым. Мы, значит, в один день, в какой, допустим, там, я не знаю, какой это конкретно будет день, с 45-го дня, там, 45-й или 47-й, неважно, мы уберем сначала этот ярус. То есть 30 штук мы выбьем отсюда, взвесим, запишем, отложим. Следующий день мы уберем пурину, взвесим, запишем, отложим. Не сказал, что у меня здесь вот 30 штук, поэтому, чтобы эксперимент был у нас не, скажем, по нормам, да, по нормам посадки, мы отсюда пересадим, вот я думаю, что через день, наверное, или через два, а может быть и завтра, как время будет, короче, пересадим 10 штук вот в эту клетку, да, и 10 штук вот в эту клетку, вот, и у нас останется там 20. И забивать уже будем вот этот ярус и какую-то клетку одной группы, да, а на следующий день другой группы. Все, подведем это все в итоге и посмотрим, чего да как у нас получилось. Так что, надеюсь, ролик вам был полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, жмите в колокольчик. Но посарам! Подъем! Сдохла, что ли? Сметана. Испугалась.